Насколько Алтайский край привлекателен для работающих пенсионеров, выяснило агентство Реарейтинг. Результаты публикует сайт Полиции Бру. В исследовании приняли участие пожилые люди трудоспособного возраста, мужчины от 60 до 72 лет и женщины от 55 до 75. Учитывались 9 показателей – уровень оплаты труда, доля безработицы, соотношение зарплат пожилых и всех работающих в регионе, продолжительность жизни после выхода на пенсию и другие. Выяснилось, что в нашем регионе достойную работу пенсионерам найти не так-то просто. Алтайский край занял лишь 58-ю позицию среди субъектов России, получив 38 баллов из 100 возможных. Остальные сибирские регионы расположились так. Новосибирская область – 53 балла, Омская – 47, 42 в Томске и 22 в Республике Алтай. Самый худший показатель у Республики Тыва – всего 9 баллов. Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин посчитали Славгород вымышленным городом. В известной игре «Кто хочет стать миллионером?» балерина и сатирик долго рассуждали на тему, какой город не существует. Варианта было предложено четыре. Миргород, Белгород, Славгород и Старгород. Вопрос стоил всего 50 тысяч рублей. В результате игроки сочли несуществующим именно находящийся в Кулундинской степи алтайский город Славгород. Балерина отметила, что если она не была в этом городе, то его и не существует. Читайте КП на Алтае. Алтайские рыбаки творчески подходят к любимому делу. Из своего улова они начали выкладывать слова. В субботу в Сарочем лагу любители подлёдной рыбалки ловили щуку, карася, окуня и леща. Улов одного рыбака составил даже более 9 килограммов. Некоторые выкладывали из рыбы слова. Например, под Барнаулом один из рыбаков выложил на льду из своего улова слово «рыба». Читайте и смотрите на сайте АИФ Алтай. А редакция сайта TalkNews сделала подборку самых забавных детских писем Деда Мороза. В них малыши просят подарить им компьютеры, планшеты, машинки на пульте и напоминают, чтобы Дед Мороз не забыл батарейки. Ведь вели себя дети, как почти все они отмечают в секретных посланиях, исключительно хорошо. Прочтите сами эти письма. Хорошее предновогоднее настроение вам обеспечено на целый день.